Привет, мои дорогие друзья! Посиделки на заднем дворике, давно мы с вами не сплетничали. Кондиционер сейчас выключен, если включится, мне придется прерваться и побежать наверх, чтобы его успокоить. Так, пока муж на работе, давайте посплетничаем. Ну, во-первых, мы с Бусиком отлично погуляли. Вот видите, как нужно все-таки выбираться из комфортной зоны, идти на люди, идти на воздух. Встретили кучу соседей, которых давно я не видела. Пообщались, посмеялись с моей собакой, естественно. Я с ними так, знаете, вспомнила английскую речь, этот маленький small talk. Вот. И о чем я хочу сказать. Было большое желание, покормила собаку, поехать сразу в магазин. Очень хочется купить сезонных фруктов, арбуз, может быть, персики, может быть, черешня еще продается, но и огурцы, помидоры. Потому что наших помидоров здесь мало все-таки еще. Неудачный сорт купили, потому что муж завел меня в магазин в этот. Зачем-то мы там поехали. Я быстро-быстро схватила кусты. И не успела выбрать сорт. Поэтому у нас в основном черри, они такие малюсенькие. Но у меня, когда уже кофе заканчивается в доме, тогда все, я четко знаю, что надо ехать в магазин. И я залезла в холодильник, посмотрела, сколько всего я там наготовила, что все это нужно доедать, в том числе и жареная рыба есть еще, и салат из крабовых палочек. И у мужа мясо, в общем, можно еще обойтись. Посчитала, что есть еще шесть апельсинок, которые уже начинают портиться. А вот я помню в Украине, как бы, фрукты для меня это было такое, знаете, святое, чтобы я не поехала за фруктами. И каждую апельсинку мы делили там с детьми. А сейчас как-то так я спокойна, потому что в любой момент можно поехать и купить все, что ты хочешь. Заставила себя переодеться, чтобы не было соблазна все-таки дернуть в магазин. На мне вот такой вот костюм домашний с длинным рукавом. Почему с длинным? У нас тепло. Внизу маечка, потому что комары меня жрут беспощадно. Мужа осы любят, к сожалению, а меня комары. Вот я прошла из коротких шортов с собакой, и уже все ноги искусаны. А вчера сделала также романтическое видео. Знаете, я очень горжусь собой и своим мужем. И что меня на это сподвигло, так сказать, на это видео. Я его, кстати, монтировала до пяти утра. Проснулась тоже поздно сегодня. Как птички поют. Вчера муж пришел с работы. Ну и у нас оставалось еще сухое вино. Я ему там оставила на кухне. Потому что я уже рассказывала. Я стараюсь быть честной на своем канале. Были проблемы у нас с алкоголем. Вообще, я также как бы рассказывала. Ну, для новых зрителей, если кто-то зашел на канал. Я собирала чемоданы, и все это было страшно. И вот, буквально, может быть, год назад, он уже тоже был такой стресс, знаете, или полгода назад. Он тут и кофеварку разбил, что-то мы там с ним поссорились. А кофеварку мы сначала настраивали. Там время, еще там что-то, какие-то функции. А потом он ее, когда включила ночной фонарик в этой кофеварке, дорогая кофеварка была. Он все это выключил. А потом я говорю, ну, слушай, мы столько время потеряли, а ты выключил. Я говорю, ну, тут приятная подсветка, пусть оно будет. И мы на этой почве с ним поскандалили. Я говорю, зачем я теряла столько времени, стояла возле тебя. В результате он эту кофеварку грохнул. Потом оказалось, что эта кофеварка была бывшей его жены. В общем, человек постоянно находился в стрессе, знаете. А сейчас он в комфорте, он спокоен. И я так за него рада, честно говоря. У нас есть такие изменения. Вчера вот, возвращаясь к тому, с чего начала, оставила ему сухое вино, а он говорит, убери. Вот так вот, знаете. Ну, после работы приехал, я думаю, что он баночку пива выпил. И у меня такая за него гордость и за себя. Потому что были, конечно, огромные проблемы, особенно когда здесь жил квартирант, царство ему небесное, как бы о покойниках или ничего, или хорошо. Но для меня это были, конечно, большие проблемы. Потом, когда мы с ним поженились, с мужем моим, квартирант, к сожалению, умер. Вот, почему, к сожалению, потому что он мог бы жить. Он был одинокий человек, слабовольный, тоже развелся с женой. Ему нужно было просто съехать от нас и жить самостоятельной жизнью. Но, как сказать, он хотел здесь оставаться. Видимо, его это устраивало. Я уже тоже об этом рассказывала. Смотрите мои предыдущие видео. Просто не хочу сейчас, это очень больная тема для меня, не хочу возвращаться. Вот. И время от времени, значит, у мужа уже, когда мы с ним поженились, тоже были вот эти вот запои. Я начала постепенно, постепенно контролировать всю эту выпивку. Время от времени он устраивал себе выходные. С утра это было пиво, потом что-то покрепче. Меня это страшно расстраивало. И вот вчера такой результат. Убери это. То есть даже сухое вино он не захотел пригубить. Представляете, он любит после работы хотя бы баночку пива. Раньше это была баночка пива, там, 100 грамм крепенького, либо вина. А вчера он даже этого не захотел. Вот. И когда мы с ним ездили в Анаполис, буквально на днях, вчера, по-моему, да, тоже, он говорит, я так устал, я сегодня работать не буду. Ну, окей. А что будешь делать? И вот я предложила ему куда-нибудь поехать. У меня была цель в какое-то новое место. Но туда нас не пустили с собакой. Вот. И тоже мой муж согласился, говорит, я тебя трезу. И потом, когда мы возвращались, я все время себя хвалила, говорю, видишь, какая у тебя жена? А так бы ты мог бы проваляться на своем диване, здесь перед телевизором, и деградировать. И я тоже бываю очень противная, потому что вот когда был ремонт, я оплатила этот ремонт, когда мы уже покусали осы. Оплатила хендмейкеру, который мужу помогал ставить этот бордюрчик на фронт-ярде, тоже есть об этом видео. Я оплатила 150 долларов. Сначала на 200 договорились, потом хендмейкер, потому что, ну, как бы муж тоже, вместе с ним там работал, согласился на 150. Вот. И мой муж так намекнул, говорит, может, ты мне простишь эти 150 долларов, потому что все-таки были расходы и с собакой, и он некоторое время не работал, несколько дней. А я говорю, нет. Представляете, какая стерва бывает. Но в любом случае, понятное дело, если понадобятся деньги, у меня есть, небольшой запас, конечно, я не буду жлобиться, не буду жадничать, потому что, ну, в сущности, нас тут двое, и если понадобятся деньги, конечно, я мужу помогу, как помогала и со всем остальным, и за хит я дала полторы тысячи, был кредит, мы меняли здесь систему, охлаждение и нагревание. вот он включился, вот он включился, и также и за мебель, и за отпуск и оплачивая, нужно выключить. так, так, ребят, хит выключила, но потребуется пару минут, чтобы он заткнулся. Я постараюсь говорить громче. Вот, и тоже был как-то выходной, я начала волноваться, Вова, ты с утра что-то пил, и он меня успокоил, говорит, не волнуйся, ты же видишь, я работаю, то есть у него уже нет такой, знаете, тяги к этому всему, он начинает меняться в лучшую сторону, мне это так приятно, мало того, он меня даже контролирует, когда я что-то снимаю, например, он зашел на кухню, я там показывал, как готовлю супчик, и он начал ворчать, а что ты штатив не могла поставить, я говорю, ну вообще-то такие видео делаются при помощи оператора, ну в любом случае, ему тоже стало это интересно, кстати, мы сидели здесь, с ним здесь разговаривали, он рассказал некоторые истории, которые я чуть позже поставлю, вот, и поэтому у меня вчера было очень хорошее настроение, еще и потому, что моего мужа пригласили вернуться в спортивный зал, вот говорят, не имей 100 рублей, имей 100 друзей, у моего мужа замечательный друзья, и вот он сейчас думает, то есть на сегодняшний день отменили все эти, ну блин, когда он заткнется, все эти обязательные прививки, проверки, но, к сожалению, там пока что моему мужу могут дать мало часов, но он еще думает, я вот тоже очень за него рада, очень им горжусь, что его ценят как специалиста, как тренера, и о нем не забывают, и у него есть такие друзья, он не мог, например, с телефоном разобраться, либо с компьютером, извините, что будет, я надеялась, что он будет бучиться, мне хочется просто время как бы терять, и знаете, всегда ему есть к кому обратиться, то есть, если ты плохой человек, у тебя таких друзей не будет, в априори, вот, и поэтому, знаете, все это меня вдохновило, я сделала такое видео, романтик, подбирала фотографии, музыку, пока скачала Земфиру, потом все это поставила на YouTube, и мне пишут, монетизация невозможна, нарушение авторских прав, я боялась, чтобы вообще канал не заблокировали, но там написано, как бы, что автор, то есть Земфира, не возражает, чтобы эту музыку, ее песню использовали, но монетизации не будет, в общем, я на этом успокоилась, думала, бог с ним, кстати, кто хочет помочь каналу, у меня есть на главной странице там фотография, и в правом углу Paypal, вот, либо можно помочь мне другим способом, через Монеграм, например, если, конечно, у кого-то есть такое желание, или возникнет такое желание, вообще, я за YouTube очень переживаю, нужно будет все эти видео свои поскачивать, их уже около тысячи набралось, потому, что люди рассказывают страшные истории, когда вообще и хакеры могут канал взломать, и YouTube может вообще ни за что заблокировать, ну, как ни за что, это нам кажется ни за что, но сейчас здесь очень строгая политика, то есть ни слова лишнего, поэтому нужно будет еще этим заняться. так, я рассказала вам о своем муже, поскоричила, всегда есть надежда, главное иметь терпение, еще раз вот вспомнила, что я хотела сказать, за эти 150 долларов муж говорит, ты мне простишь, а я говорю, нет, ты мужчина, ты пообещал их вернуть, то есть он мне сказал, одолжи мне, и пусть держит свое слово, то есть я не хочу, чтобы он расслаблялся, понимаете, если он даст слабинку, я боюсь, что это опять будет там неделя выходных, и он может сорваться, но пока что, если пошел такой хороший результат, я бываю очень такая, знаете, суеверная в важных вопросах, поэтому пусть у него будет стимул заработать, я очень ему горжусь, и собой тоже. Спасибо, что меня выслушали, увидимся, спасибо за добрые слова, у меня очень хороший зритель, очень умный, интеллигентный, смотрите, я уже заканчиваю, странно, убедимся, пусть у вас все будет хорошо, и даже замечательно, доведите себя, самое главное, чтобы все были здоровы, чтобы был мир, все остальное купим, всем мне это не нравится, ты им расскажи, что эту мальчику я тебе купила, я жучу, ничего не да ладно, пусть заглядываются, старый пердун из роба полжопы торчит, а ты говоришь, да ладно, пусть завидую, слушай, старый пердун со своей жилплощадью, как там этот Шурик говорил, замечательный человек, ну помнишь этот, да, и зарплата твоя моя, и все твое мое, да, не, подожди, вот Иван Васильевич меняет профессию, как она говорила, замечательный этот человек удивительный, с личной жилплощадью, ой, не могу, да, 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 он раньше ходил все время в спортивной форме, которую ему выдали, как называется, джимнастик, как называется правильно, вот, где он работал в зале, и он все время ходил в одном и том же, а сейчас я ему накупила шмуток, ему нравится их менять, и меня очень это даже радует, ой, как штаны подтянул, да, он, кстати, постройнел, пока ремонтами занимался, Буся, иди немножко к папе поприставай, это пока сложно, папе надо ручки вымыть и выкурить сигаретку, да, понятное дело, мужик работал, видите, как он активируется сразу, когда все дома, сразу несет игрушечки, а если папы дома нет, он лежит и скучает, да, Буся, скажи, папа дома, мама дома, все, можно поиграться, можно поиграться, прикупил себе что-то, нет, маме, выпил баночку пила только, что так, а что так, мне работать надо, у нас, мы, наша семья живет в хорошей стране, мы в долгах, как в шелках, но, надо работать, как в той армии, прапорщик выстроил, и говорит, вот сегодня будем копать траншую, вот отсюда, и до ужина, так вот и я так буду работать, завтрашнего утра, и пока не заработаю, три недели буду работать, чтобы закрыть весь следующий месяц, все, пока. То есть крепенького ничего, да? Крепенького ничего, клянусь, зуб даю, да ладно, не надо, зуб даю, крепенького ничего не покупаю, я не пью три недели, не, выходной надо устроить, кроме пивосика, надо устроить выходной, и так нельзя, три недели без выходных. Я тебе два выходных устроил, в Анаполис, свозил два раза, все, не лезь ко мне, я тебя никуда не повезу, в течение трех недель. Окей. Мне надо заработать, мне надо дырки закрыть, света. А их столько много, что это самое, еще, с прошлых месяцев дырки не заплачивай, то, что бусю в госпиталь возили, то, что у меня машина чинилась, и прочее не умерли. Я себе говорю, в долгах, как в шелках. Ну, ясно. Все, выключай. Мы тебя любим. Я вас тоже, всегда всегда.